МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дизайн фасадной стены уличного кинотеатра объявил Молодежный центр. Подробности далее. Быть или не быть гаражам в районе блокированной застройки в пойме реки Сатис. Этот вопрос стал ключевым на очередных публичных слушаниях. Администрация решила внести изменения в правила землепользования и застройки и исключить из территориальной зоны Ж-33 условно разрешенный вид использования – хранение автотранспорта. Если перевести с канцелярского на русский, в зоне блокированной застройки нельзя будет возвести отдельно стоящие гаражи. Местные жители отнеслись к инициативе крайне негативно, о чем и заявили на слушаниях. Наш участок уходит с виду на речку. То есть, на момент, когда мы приобретали участок и выбирали, соответственно, аналитика была следующей. Да, мы приобретаем участок, он у нас не будет на дорогу, но у нас будет возможность в дальнейшем построить гараж для хранения каких-то вещей или, возможно, автомобилей. Этот критерий, я не знаю, как для других, для меня этот критерий, который я был существенным. На данный момент, принимая решение о запрете, по сути, как бы, ну, вы ставите меня в ситуацию тогда, ну, в плохую ситуацию, потому что все мои планы, которые были первоначально, они рушатся. Условно разрешенный вид использования хранения автотранспорта был на указанной территории долгие годы. Почему его решили исключить сейчас? С этим вопросом жители и пришли на слушание. В комиссию поступило несколько заявлений, в том числе одно коллективное с 14 подписями о несогласии с этой инициативой. Ключевая задача формирования территориальных зон – комфортное проживание горожан. Новшество предлагаемой администрации, по мнению тех, кого оно напрямую касается, идёт вразрез с этим тезисом. Дискуссия между горожанами и членами комиссии длилась почти полтора часа. И что станет её итогом – вопрос пока открытый. Жители Прибрежной надеются, что их голоса были услышаны, и администрация не будет ущемлять их права, исключая возможность построить рядом с жилыми домами гаражи для личного транспорта. Ещё одно предлагаемое изменение в правила землепользования и застройки вводят новые требования к архитектурному облику новых объектов капитального строительства. Двери прозрачные на входах, остекление всех балконов при новом строительстве, предпочтение – это принцип двор без машин, все парковки за пределами двора, либо подземные. Что ещё? Это единый уровень отметок полаэтажа входной зоны, чтобы доступ инвалидов и маломобильную группу населения осуществлялся с одного уровня земли. Кроме того, определена максимальная высота потолков – 4,2 метра. Запрещено использовать керамогранит, сайдинг, поликарбонат и панели ПВХ при отделке фасадов, а также цветное и зеркальное остекление. Подробнее с новыми требованиями можно ознакомиться на сайте администрации города. Лидия Шулаева, Андрей Махмудов, Кирилл Новикиевич. Служба новостей Саров, 24. С 1 сентября вступит в силу новый закон о такси. Он обяжет водителей предоставить справку о несудимости за насильственные преступления, пройти аттестацию на знание города. Для работы также нужно будет оформить статус ИП или самозанятого, после чего обратиться в Минтранс для получения лицензии на перевозку пассажиров, оформить полис ОСАГО для перевозчиков, который в несколько раз дороже обычного, а также страховку клиентов. Водитель должен выписывать себе путевой лист перед выходом на линию, ну, сам себе, например, самозанятый, и сам должен проходить медосмотр и техосмотр. Опять же, никакой инфраструктуры для прохождения, например, медосмотров или техосмотров, ну, ее просто нет, она в Сарове отсутствует. Данный закон, ну, как бы и я, и мои коллеги считают, что принят для Москвы, там он, да, может работать, там все готово, инфраструктура готова. И для больших городов, ну, не знаю, Москва, Питер. Правительство России также запретило таксистам работать более 40 часов в неделю. Компании обязаны давать расширенную информацию о водителе на каждом заказе. Фирма должна в ежедневном режиме, в онлайне, проверять водителей на предмет наличия у него разрешения. Это должна быть связка с региональным Минтрансом, с их реестром, которые должны нам давать в онлайн сведения по реестру. Чтобы было понятно, Нижегородский Минтранс обновлял свой реестр в последний раз в апреле месяце. Водители фирмы закон восприняли негативно. По словам руководителя службы заказа такси, отток сотрудников уже начался. С 1 сентября агрегаторы могут столкнуться с нехваткой машин на линии. Соответственно, возрастет и стоимость услуги. Цена на поездки независима от закона и так повысится на 5-10% из-за подорожания страховки, запчастей и масел. Если мы берем о том, что все это будет действительно работать так, и водитель оформит себе полис ОСАГО, будет проходить платные медосмотры, не знаю пока где за 100 рублей, этих осмотров за 100 рублей, безусловно, как в любой экономической ситуации, работать 8 часов на линии, и чтобы заработать те же самые деньги, которые он привык зарабатывать и приносить домой, мы даже не говорим, что это будут большие деньги, а просто такие же деньги, то, конечно же, ценник вырастет. Мы не хотим сталкиваться с валом негатива от клиентов, когда мы будем не вывозить клиента, когда будет не вывоз, когда ценник будет космический. Нам тоже всего этого не надо. Мы не хотим так работать. Депутаты Госдумы поспешили успокоить игроков рынка, что большинство новых требований закона получит отсрочку до 2024-2025 годов. Поможет ли это сгладить острые углы, недовольство, и будет ли плавной трансформация работы такси, увидим в ближайшем будущем. Более 650 обращений от 400 человек обработал Нижегородский фонд «Защитники Отечества» за два с половиной месяца. Фонд оказывает поддержку в оформлении социального военного контракта семьям участникам СВО, помогает оформить льготы на оплату ЖКХ при поступлении в ВУЗы на бесплатное горячее питание. Нижегородцы также обращаются с индивидуальными запросами. Полностью решено порядка 45 процентов, остальные в работе меньше месяца. Есть нерешаемые вопросы, мы их тоже собираем и в таком ручном режиме отрабатываем. И даем, будем говорить, такие случаи для проработки, для изменения, может быть, законодательных инициатив. Работа с участниками СВО и их семьями ведется с помощью социальных координаторов, которые по факту обращения создают маршрут решения вопроса. Всего в фонде работают около 27 таких специалистов, которые ежедневно обрабатывают заявки. Сейчас обучили еще 10. Сегодня социальный координатор есть в 23 муниципалитетах, но филиалы фонда так или иначе открыты во всех муниципалитетах. Сегодня нам помогает ОСЗН и подведаем в министерство социальной политики, которые также в тесной связке работают по данным направлениям. В Сарове тоже есть социальный координатор. Обратиться по всем вопросам можно по адресу Мира, 15, с понедельника по пятницу с 8 до 12 часов. Также можно позвонить на горячую линию Нижегородской области 2-33-33-40. Дарья Козина, Кирилл Новикевич, Служба новостей, Саров, 24. 22 августа 1991 года официальным символом Российской Федерации стал триколор. Считается, что каждый его цвет имеет свой смысл. Кто-то говорит, что полосы на флаге – это символ Троицы. Кто-то говорит о трех стихиях, а кто-то о славянских народах. Но специалисты считают, что все это геральдическая фантазия. На самом деле история российского флага намного глубже. А начинается она со времен Петра I, которого считают законом-отцом российского триколора. В 1705 году Петр I издал указ, согласно которому на торговых судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Он сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Историки и исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, почему на российский флаг поместили белый, синий и красный цвета. По одной из версий, белый означает свободу, синий – богородицу, красный – державность. По другой версии, белый цвет символизирует благородство и чистоту. Синий – честность и верность, а красный – смелость, мужество. А также цвет крови, пролитый за отечество. За свою историю российский флаг также был и другой расцветки – черно-желто-белым. Указ о новых гербовых цветах Российской империи подписал Александр II. Для флага заимствовали цветовое решение немецкой геральдики, а именно герба палеологов. Такое знамя, хоть и просуществовал как государственный флаг, но не прижилось. Поэтому свой официальный статус – бело-синий-красный триколор – приобрел в 1896 году, накануне коронации Николая II. В апреле 1918 года советское правительство решило упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище. Более 70 лет государственным флагом был красный стяг. Но 22 августа 1991 года историческое знамя снова заняло свое почетное место на официальных и торжественных событиях Российской Федерации. В этот день над Белым домом в Москве впервые подняли трехцветный российский флаг, который заменил красное знамя серпом и молотом. День государственного флага Российской Федерации установили в 1994 году указом президента. В городской библиотеке имени Маяковского сотрудники подготовили для граждан тематическую выставку, на которой представлены книги о символах России, гербе, гимне и флаге. Также читатели могут принять участие в фотоакции, сфотографировавшись с российским триколором. В том числе тех, кто участвует в нашей акции, фотоакции, мы приглашаем поучаствовать в Блиц-опросе или в виртуальной викторине. То есть, либо мы людей сажаем за компьютер, они проходят, много чего интересного узнают, либо мы как бы Блиц-опрос проводим. Посетить книжную выставку можно в часы работы библиотеки. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, Служба новостей Саров, 24. В Центре милосердия помогают людям, которые попадают в трудные жизненные ситуации. И так давно сюда обратились сотрудники социальной защиты. К ним на обслуживание встала бабушка, у которой внук отобрал карточку и запер старушку в квартире. Когда соцработники поспешили к ней на помощь, то не нашли у нее дома ни еды, ни нормальной одежды. За помощью обратились в Центр милосердия. Здесь на гуманитарном складе выдают одежду, продукты, предметы гигиены, детские принадлежности, средства реабилитации для всех категорий нуждающихся. Это и семьи с детьми малообеспеченные или неполные. Это многодетные семьи, но не все, а те, кто трудно сводит концы с концами. У инвалиды, одинокие пенсионеры или просто, например, пенсионер, он может быть и не одинок, но у него очень небольшая пенсия, и дети ему не уделяют внимания. Это могут быть безработные, это могут быть люди без определенного места жительства. На гуманитарном складе от саровчан принимают взрослую и детскую одежду и обувь, постельные принадлежности, продовольственные продукты долгого хранения, посуду и другие предметы быта. Здесь же можно взять на прокат инвалидные коляски, прикроватный туалет, костыли, ходунки. Обратите внимание, что все приносимое на склад должно быть в хорошем состоянии. Просмотрите одежду, на ней не должно быть пятен, дырок, следов от моли. Сильно устаревшим вещам тоже лучше подыскать другое применение. Для людей вещь должна быть такой, которую ты предложить можешь любому своему родственнику, другу, что вот она лежит на полке, ее сразу взял, одел и пошел. То есть ты не задумываешься о ремонте, о том, что там надо купить шнурки или добавить пуговиц, молнию отремонтировать. Если вещь нуждается в ремонте, лучше отремонтируйте ее сами. Все вещи должны быть пригодными для повседневной носки. Не нужно нести на гуманитарный склад туфли на высоких каблуках. Сейчас Центр Милосердия нуждается в обуви, особенно в мужской и детской для мальчиков. Не хватает риса, сахара, чая и консервов. Всегда нужны детские памперсы и гигиенические средства для взрослых, шампуни, геля для душа. То есть про нас знают хорошо управление социальной защитой, комплексный центр обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, теплый дом. В теплом доме поступило дети из семьи новой, которые раньше не были. У них проблемы с одеждой. Они приводят к нам сюда детей или сами подбирают по размерам. Прямо вот одеваем детей. Точно так же со старичками. Гуманитарную помощь в Центр Милосердия можно принести по вторникам и четвергам с 13 до 19 часов. В субботу с 9 до 12 часов по адресу улица Пушкина, 24А. Хорошее кино, вкусный попкорн, уютные пуфы и теплые пледы. В конце сентября во дворе молодежного центра должен появиться кинотеатр под открытым небом. Проект победил в губернаторском конкурсе «Вам решать». Сейчас на объекте уже кипит работа. Специалисты готовят фундамент. В ближайшее время возведут и фасадную стену. В связи с этим специалисты молодежного центра решили запустить конкурс «Кинодизайн». Необходимо продумать дизайн фасадной стены нашего будущего кинотеатра, сделать эскиз и отправить нам его на почту. Поскольку это будет очень привлекательным, уютным и эстетически красивым местом, нам бы хотелось, чтобы фасадная, главная стена кинотеатра была не с тривиальным граффити, а отражала что-то очень яркое, интересное, необычное. Это может быть 3D-объект, фотозона или лицо знаменитости. В конкурсе могут принять участие все желающие из города и области. Работа победителя украсит стену кинотеатра. Сам победитель будет награжден ценными призами от молодежного центра на торжественном открытии кинотеатра. Мы очень хотим, чтобы данный проект, данный объект стал точкой привлечения молодежи города и местом для отдыха. Поэтому мы очень ждем интересные идеи. Подробные условия конкурса можно узнать в группе молодежного центра ВКонтакте и на официальном сайте в положении. На носу школьная пора. Впереди много новой информации, самостоятельные контрольные работы, домашние задания. Ученики постарше научились плавно включаться в школьный рабочий ритм. Чего не скажешь про первоклассников. Они переживают сложный этап перехода от игровой деятельности к обучению. Новые люди, новая обстановка, новые обязанности. Перенести такие изменения без стресса под силу не каждому. Могут быть истерики, могут быть капризы. Родители не всегда к этому готовы. То есть ребенок может срываться, у него может ухудшиться сон, где-то может быть недержание даже. Потому что у ребенка большая ответственность, которую он на сегодня, возможно, не может взять на себя. Родители делегируют ему эту ответственность. То есть сначала важно быть рядом с ним, потом потихонечку передавать. И еще важно самому родителю быть к этому готовы. Потому что сейчас на первое место выступает авторитет учителя уже, а не родителя. То есть не каждый родитель готов эту ответственность передать. Важное правило для родителей – поддерживать чада, но не пытаться без просьбы все выполнить за него. В таком случае ребенок не получит опыт преодоления трудностей. Большую роль играет также правильный режим дня. Вместе составьте расписание и контролируйте его соблюдение. Так ребенок научится планировать свое время, ставить цели и задачи. Удобно, чтобы ребенок три часа после школы отдохнул. Это очень важно. Возможно, ему захочется поспать. Можно выделить полтора часа на сон. На какие-то подвижные игры, прислушаться к своему ребенку. Может быть, ему просто хочется ничего не поделать. То есть полежать, отдохнуть, посмотреть в потолок. То есть прислушаться, что ему важно в данный момент. По поводу кружков тоже. Здесь важна дозировка не более двух-трех кружков. И желательно через полгода после начала обучения. Для того, чтобы у ребенка был вот этот запас, к которому он может адаптироваться. При выполнении домашних заданий специалисты советуют каждые 20 минут делать небольшой перерыв. И ранжировать школьные предметы от сложного к простому, чтобы внимание не рассеивалось. Психолог рекомендует обратить внимание ребенка на процесс обучения, а не конечный результат в виде оценки. Ребенок чувствует, когда в нем заинтересован. То есть не спрашивать у него с порога, какая у тебя сегодня оценка. Что ты сегодня делал, какие эмоции испытал, что для тебя было важно в этом дне. Важно ребенку передать, что это оценка текущей его деятельности. И всегда эту оценку можно исправить, закрыть ее, подготовиться лучше. Уважайте своего ребенка, его мнения, желания и чувства. Не завышайте свои требования и не сравнивайте чата с другими. Тогда учебный процесс будет приятной ступенью на пути к взрослению маленького человека. Купаться только в отведенных местах, не заплывать за буйки, заходить в воду исключительно трезвым. Правила поведения на воде просты и понятны. Однако каждые выходные региональная статистика пополняется погибшими на водоемах. И спасатели неустанно повторяют простые истины. Дети должны купаться под присмотром взрослых. Взрослые люди должны купаться под присмотром спасателей. Пьяные взрослые должны находиться на берегу под присмотром взрослых трезвых людей. Даже если вы отлично плаваете, игнорировать правила и заплывать за буйки не стоит. Андрей Майоров, спасатель с многолетним опытом, признается, что сам заходит в воду лишь по грудь. Вода – это стихия, и никто не может предсказать, как поведет себя организм. Резкие перепады температуры – серьезные испытания даже для здорового человека. Нельзя ни в коем случае переоценивать свои возможности. Все-таки вроде кажется, что ты здоровый человек, но тем не менее болезни существуют. И переохлаждение, оно может, ну, резкое переохлаждение. То есть, если человек прыгает в разгоряченную воду, вызывает несколько таких осложнений. Например, спазм голосовой щели, когда человек не может вздохнуть, инсульт. Отсюда еще одно правило – заходить в воду постепенно, чтобы организм адаптировался к перепаду температуры. Что касается безопасности детей на воде, ваш ребенок должен быть постоянно в поле вашего зрения. Не лишним будет спасательный жилет или надувные нарукавники. Если, несмотря на все правила, вы все-таки не справились со стихией и начали тонуть, главное – не поддаваться панике. Нужно привлечь внимание, попробовать позвать на помощь. Конечно, сложно, когда в тебя попадает вода, это делать. Но тем не менее, можно попробовать похлопать по воде рукой. Опять-таки, это зависит от того, видит тебя кто-то или нет. Смысл хлопать, если ты один на воде. На помощь вам придут спасатели, если купаетесь вы на официально разрешенном пляже. В Сарове это протяжка и пруд Боровое. Там и вода соответствует гигиеническим и микробиологическим нормам. И на берегу дежурят спасатели. То аномальная жара, то холод и ливни. Погода этим летом непредсказуема. Как доказательство, новая рабочая неделя принесла в регион похолодание и дожди. Так ночью температура опустится до 7-8 градусов. А днем прогнозируют от плюс 17 до плюс 21. А каким это лето запомнили саровчане. В принципе, вполне нормально. Тепло было, прохлада была, все было. А дожди не пугали? Нет, не пугали. Я бы не сказала, что оно было теплое. Обещали максимально жаркое лето. Аномальные что-то как-то вот... Обманули. Обманули. Ох, как обманули. Обманули. Вот, учитывая июль, вообще дожди же вспоминаем, если были. Как-то немножко все сместилось на август. Но, в целом, у природы нет плохой погоды, поэтому радуемся и ждем, бабили это. Была солнечная погода, но иногда были дожди. Тебе как больше нравится, когда жара или вот как сейчас? Когда жара. А почему? Потому что можно покупать... Жарким. Да. А дожди? Не запомнил дожди. Теплое. Хорошее, солнечное. Ну, не знаю, мне лето понравилось. Очень хочется еще три месяца лета. Очень-очень грустненько. Хочется, чтобы после августа опять было июнь, июль и так. Да нескончаемость. Хорошая. Мне нравится. Не жарко, главное дело. И это. Хорошая погода. Я люблю такую погоду. Мне летом жара очень плохо. Как говорится, нет. Это моя погода. Да, да, да. Но, ближе, уже исправляется погода. Водитель «Шкоды» не справился с управлением и врезался в дерево на Большой коммунальной улице. ДТП произошло на прошлой неделе. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров получили телесные повреждения. Да, в данный момент они у нас находятся госпитализированы и находятся в термотологическом отделении КБ-50. Сотрудники госавтоинспекции усилили контроль на дорогах, регулярно проводят рейды. В результате таких проверок на прошлой неделе они задержали двух пьяных водителей. Одного из них повторно. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф в размере 200 тысяч, либо лишение свободы. Как практика показывает, это всё зависит от судей, какое они решение принимают. То есть, они некоторым дают исправ работы, некоторым дают колонии поселения. То есть, в зависимости от семейного состояния. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют водителям и пешеходам быть вдвойне бдительными на дорогах. В последнюю неделю августа дети возвращаются из оздоровительных лагерей и деревень. За три месяца отдыха ребята забывают правила дорожного движения и нарушают их, переходя дорогу в неположенных местах, а также не спешиваются с велосипедов и самокатах на пешеходных переходах. Сейчас, в данный момент, у нас идёт операция «Лето – это жизнь». Это проводится у нас с детьми. То есть, сотрудники пропаганды выходят на улицы города и проводят данную акцию с сотрудниками дорожной патрульной службы. То есть, детям доводится информация, как они должны себя вести на проезжей части, как правильно пользоваться велосипедом при переходе, проезжей части по пешеходному переходу. Ирина Вишегородцева, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич. Служба новостей. Саров, 24. День географа в России отмечают в августе. Официально праздник утвердили в 2019 году по инициативе Русского географического общества. Сотрудники Центра внешкольной работы решили не отходить от традиций и провели на дворовой летней площадке мероприятие, посвящённое этой дате. Про географа – это на расширение кругозора, чтобы ребята вспомнили немножко школьные какие-то знания, проверили их. Плюс всегда присутствует спортивный азарт на таких мероприятиях. То есть конкурсный момент добавляет интереса к игре и потом самые лучшие получают призы. На празднике ребята смогли попробовать себя в роли юных географов. Они отгадывали загадки, расшифровывали скороговорки по эмодзе, рисовали мелом природу на асфальте. То, что мы сегодня нарисовали на асфальте, я нарисовал солнышко, домик, человечка, собачку и деревья. Сегодня мы играли в настольные игры, рисовали, много играли. Нам было очень весело. Мы играли в луну и играли в джамп. Каждая встреча по-своему уникальна. Организаторы стараются увлечь ребят чем-то новым и познакомить их с интересными праздниками. Также на площадке ребята играют с мячом в спортивные игры. Встречи на Казамазово-10 проходят каждый день с 15 до 18 часов. Эта неделя будет завершающей. На ней организаторы подведут итоги летних каникул и наградят самых активных ребят. Стритбол один на один отличается от обычного баскетбола тем, что против друг друга играют два спортсмена. На половине баскетбольного игрового поля с единственным кольцом. По правилам, если игрок не забивает или допускает ошибку, то мяч переходит сопернику. Баскетболисты играют до семи очков. Турнир по стритболу организовала баскетбольная академия «Горизонт» совместно со спортивной школой «ИКАР». Только в этом году Академия «Горизонт» переехала в Саров. И этим летом мы запускаем тестовые турниры, чтобы посмотреть вообще, какая активность, как народ на это реагирует. И в целом могу сказать, что всё достаточно благополучно. И следующим летом мы, скорее всего, уверенно будем запускать какие-то новые мероприятия. В турнире по стритболу участвовали несколько категорий игроков – мальчики, юноши, мужчины и женщины старше 18 лет. Те спортсмены, которые победили в первой игре, выходили на следующий этап и играли с новым соперником. Жара выше 30 градусов не сыграла ребятам на руку и оказала своё влияние на ход игры. У меня не получилось. Соперник был сильнее. Не подпускал кольцо. У него была сильная защита. Как думаешь, почему не получилось? Где сделал ошибку? Жарко очень. Устал. Начал хороший старт, а потом устал практически под конец. Не стал играть. Савва Филаткин занимается баскетболом чуть меньше года. Этим спортом мальчик увлёкся ещё в первом классе. На даче было баскетбольное кольцо. Там он оттачивал меткость и сноровку. После того, как Савва перепробовал разные виды спорта, он решил вернуться в баскетбол. Открытый турнир по стритболу стал для юного спортсмена первым соревновательным опытом. Игра была хорошая. Соперник очень сильно сопротивлялся. Вначале я проигрывал, но всё же старался как-то давать бой. Ну и, соответственно, мне это получилось. Я за себя рад. Но соперник тоже отлично держался. Он давил в защите сильно. Но я думаю, что я мог бы лучше сыграть. После игр во всех возрастных категориях судьи подвели итоги и наградили победителей. Этим летом Академия «Горизонт» совместно с «Экаром» также провели несколько турниров летнего кубка по баскетболу 3 на 3. На часах в 8 утра и дорога к юниору постепенно наполняется спортсменами. Через час здесь стартует эстафета «100 красивых мест Нижегородской земли». Саровчанам предстоит преодолеть дистанцию 3 километра. Обязательный этап подготовки – разминка. Пять минут, потраченные на правильную подготовку своего тела, помогут избежать возможных травм и бежать гораздо эффективнее. Я думаю, что вначале я сильно не побегу и прибегу силы под конец и буду бежать где-то средним темпом, чтобы потом в конце попытаться к финишу рвануть. К марафону, который в эти дни проходит во всех муниципалитетах области, присоединилось более сотни саровчан – сотрудников МЧС, военных работников РФИАЦ ВНИЕФ, студентов Сарфытэни, Яумифи, представителей спортивной общественности и воспитанников ШОРАТОМ. Стартовали от юниора и прибежали по знаковым местам нашего города в пойме Сатеса. Победили здесь сегодня все, потому что я вот бежала на трассе, я видела, как люди с такой энергией, с таким энтузиазмом, они общались, они переживали друг за друга, мальчишки переживали за девочек, девочки переживали за ребят. Когда пробегаешь эту дистанцию, то есть пейзажи, достопримечательности города, как бы дополнительно силы прибавляют к забегу. Для города, я считаю, это тоже неотъемлемая часть, потому что прививает к спорту любовь среди молодежи, среди даже граждан постарше, потому что, мне кажется, уже здесь довольно-таки много народу собралось. Забег пройдет в 51-м муниципальном образовании. Символическую эстафету передадут из одного уголка Нижегородской земли в другой. Все забеги снимают профессиональные видеографы. По его итогам создадут фильм о достопримечательностях нашего региона. Сегодня у вас уникальная возможность показать самые замечательные места города Сарова. Вы побежите по нашей монастырской площади, и все жители Нижегородской области увидят наши замечательные купола, наши замечательные места, висячий мост, монастырская площадь, наши храмы, и спуститесь к красному зданию, где творили наши знаменитые физики. Первые 100 участников получили памятные медали и дипломы от Министерства спорта Нижегородской области. Субтитры создавал DimaTorzok